Продолжение следует... Работа, которая была просто годами прорабатывалась и исполнялась, и это просто за полярным кругом прокладывает сваи, трубы в таких условиях, где вообще нет ничего. Это вообще большой героизм, я сам видел это, я смотрел материалы, я общался с людьми, которые там строили, и это большой-большой подвиг, это серьезно. И перед нами поставили задачу сделать имиджевый ролик этого проекта, приуроченный к запуску. Ключевая мысль в том, что компания сделала очень крутой проект, какой-то очень нереальный проект. Проложила трубопровод через немыслимые условия погодные, природные, при этом не нарушив никакой экологии и все сохранив. И, собственно, мне кажется, что основная мысль о том, что эта компания очень сильно гордится тем, что она сделала, мне кажется, вот это мы и реализуем. То есть мы показываем вот это вот состояние. Мы заходим в эту историю через взаимоотношения людей, через мальчика и папу, через реализацию мечтаний, воплощение этих мечтаний, что не надо бояться, что надо реализовывать, и что это приносит пользу людям. И можно покорять природу и стихи, делать очень большие, крупные проекты. Мы изначально немножко по-другому себе представляли то, каким будет ролик, и в ходе работы над ним вышли к другому решению. Причем это решение более глубокое по драматургии, вот прям абсолютно, и более такое, ну прям как кино. Это мини-такое кино. Очень талантливый режиссер, потому что он, можно сказать, изначальный сценарий довел до такого состояния более глубокого и продвинутого. Ролик становится более интересным, чем был изначально. Мы две истории снимаем съемочно-постановочно, одна история, одна линия в нашем ролике. Это полностью графическая история, которая делается полностью в CG. И нам как-то надо переплетаться. У нас есть мальчик-мечтатель, его папа-инженер. Это две линии в нашем ролике. И третья линия, мы показываем сам трубопровод. В итоге трубопровод, мы показываем, что он дает энергию, жизнь, он приносит в город. Мы этот город, собственно, показываем. Мальчик его рисует, а папа проектировал это все. И все три линии сходятся в одну штуку. Графику начали делать практически с самого начала, как мы начали разрабатывать проект. Потому что на это нужно много времени. Требования действительно высокие. Нужно было воссоздать атмосферу этого нефтепровода, сделать трехмерные пролеты камеры. Сложность была в том, что это такой неровный ландшафт с множественной растительностью. И воссоздать его в 3D не всегда просто. И это еще упирается в трехмерный просчет этих сцены, который достигает от трех часов кадр. Сначала это все надо замоделить, потом все это отрендерить и скомпозить по слоям. Поэтому мы вот прямо не стремимся к тому, что сделать настолько реалистично, как в кино. Возможно здесь даже создать атмосферу такой сказки и сложных условий. Такая продвинутая мультипликация, я бы сказал. При создании компьютерной графики нам было важно и красиво показать историю, и конечно же соблюсти технические все параметры. Как правильно нарисовать трубу, как правильно опоры нарисовать, в какое расстояние должно быть. Мы обязательно согласуем это со всеми, кто принимал участие в проектировании, и в реализации, и в строительстве, и в обслуживании. То есть мы обязательно направляем им эти фрагменты, чтобы они сказали, что да, это действительно так. И для меня отрадно, что люди в регионах, сотрудники Транснефти, очень отзывчивые. И я понимаю, что я им мешаю выполнять их непосредственные обязанности. Я им все время пишу, а посмотрите вот этот кадр, посмотрите вот так, хорошо ли сделано нематик, все ли корректно. И они смотрят, все подразделения привлекают, и потом пишут нам подробное письмо. И мы с художником по графике выполняем их пожелания. И очень большое спасибо Транснефти и всем нашим контактным лицам, с которыми мы работаем, что они нам доверились и идут за нами в этом проекте. Проект очень масштабный, интересный, и у нас огромное количество реквизита. То есть мы полностью наполняем две локации с нуля. Это голые стены. Художественно-постановочная группа прибыла сюда накануне и приступила к строительству декораций. Всю ночь ребята строили декорацию комнаты мальчика. Также мы будем воссоздавать офис инженера-проектировщика. Мы привезем туда мебель, компьютерные столы, стулья. И мы используем макеты опор и также символику Транснефти. Нам было очень важно получить настоящие макеты опор нефтепровода Заполярье Пурпе. И клиент нам их предоставил. Мы очень благодарны за это. Все, что здесь сделано, в принципе, это сделано нашей командой. Что-то покупалось, что-то бралось в аренду. Но есть вещи, которые и ребята, и мы делали как бы своими руками. Очень много по реквизиту ребята приложили усилий, чтобы достать все, что нужно было в кадр. Самолеты, экскаваторы, игрушки, книжки. Все такая работа, чтобы наполнить комнату и придать ей жизни, нужно очень много деталей. И таких деталей, которые именно подчеркнут, что здесь живет человек, а не просто это выставочный образец. Оборудование прилично, очень много, потому что это павильонная история, первый день съемочный. Это задача для персонала сделать картинку дня и картинку вечера. Соответственно, нужно много света и много всяких деталей. Поэтому много хорошего оборудования, отличная камера, отличный свет. Технически мне нравится, что мы в современном каком-то ключе это снимаем. В том смысле, что мы живой камерой снимаем. Хотим попробовать достичь какой-то документальности. Несмотря на то, что мы снимаем в павильоне. Абсолютно точно, если бы мы очень академично это все снимали, оно бы не работало. Несмотря на то, что мы снимаем ролик про гордость за сделанные вещи, мы хотим это сделать без пафоса, без задирания носа. Как-то все проще пытаться рассказать. У нас была задача найти помимо главных героев, это мальчик и инженер-проектировщик. Также у нас есть два второстепенных персонажа. Это коллеги инженера-проектировщика, молодой человек и девушка. И 10 рабочих. Мы полностью довольны кастингом. Подобрался крепкий актерский ансамбль. И все ребята очень профессиональные и серьезно относятся к делу. Подбирали мальчика мы долго. И я думаю, что у нас очень хороший вариант получился. Это классное свойство ребенка, который независимо от того, что происходит вокруг, он занимается своей задачей. То есть он отвечает на послание режиссера. Мальчик прямо прекрасный. Ему ничего не надо, он живет, в кадре живет. Отлично. Рисует Майнкрафт. Эндермена нарисовал и кучу динамита. То, что он там рисует, это, естественно, не пойдет в ролик. Никто этого не увидит. Я испытываю огромное счастье быть в этой команде. Потому что каждый из участников – это суперпрофессионал своего дела. Это огромное удовольствие общаться с каждым из них. И я очень признательна им, что они отдаются нам на 120, на 200 процентов этому проекту. Все большие молодцы. Отличная слаженная команда. Это уже интервью. Ваши журналистские расклады я знаю. С оператором-постановщиком и режиссером мы работали и раньше. И они нам очень понравились. И они покорили наше сердце абсолютно. Потому что они творческие. И они настолько болеют за свой продукт, за то, что они делают. Они хотят уделить внимание каждой детали. Для меня очень важно в этом проекте, что у нас большая степень свободы. То есть, с одной стороны, к качеству очень высокие требования. Но в то же самое время, в плане творчества, в плане нашей реализации, наших идей, у нас очень высокая степень свободы. И для меня это мега-мега здорово. Потому что мы можем расти над собой. Мы должны предугадывать то, что утвердит или не утвердит наш заказчик. И на каждом этапе производства это проявляется. Поэтому мы всегда в тонусе. И это очень ценно. Потому что благодаря такому состоянию происходит хороший симбиоз. И люди выдают качественные идеи и качественный продукт. Совершенно уверенно могу сказать, что для Ринвити Групп это важный ролик. Он важен по своим масштабам. И это очень важный заказчик для нас, который мы очень любим, очень ценим. И мы безмерно рады, что они доверяют нам такие ролики. Надо сказать огромное спасибо Дмитрию Богданову. Это потому что его идея, это его импульс к созданию такого масштабного проекта. Большое спасибо заказчику, что он вообще нам доверился. И я верю, что все получается. Все будет здорово. И стоп. Стоп. Круто, по-моему, было. Да, мне нравится. Давай, давай, давай посмотрим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok